У меня есть маленькая мечта, связанная с Москвой Ровный час до выхода Мирославы на сцену Ее знают абсолютно просто все Сама волнуется так, ребят, как никогда Это прям реально вождение, у меня какая-то сложная мечта, что ли Там будет тематическая вечеринка Будет очень красиво Вот резко, на несколько секунд стало страшно Ребят, ну что же, привет Так в Москву мы не ездили еще никогда Сейчас мы вместе с мужем выезжаем на вокзал Чтобы отправиться в Москву А Мирослава и Злата в Москву приедут завтра Почему? Потому что сегодня пятница И у девочек учебный день Сейчас девочки максимально заняты И их достаточно сложно вот так вот выцепить Но у нас очень важная поездка в Москву Очень важная для девочек, очень волнительная В общем, все вам буду показывать Сама волнуется так, ребят, как никогда Меня поддерживают все мои друзья, все мои подруги Пишет мне Вик, не волнуйся, все пройдет отлично Все будет как ты запланировала А я, как всегда, знаете, себя накручиваю, нагнетая Но, в общем, сейчас все сами увидите В чем же причина моего такого сильного волнения Поехали! Какой ажиотаж у московского вокзала Сейчас вам то, что покажу В общем, это вагон нового типа И здесь сделали такую одну купешку Ну, она, конечно, не такая классная, как купе переговорная Но, в целом, 4 часа ехать вполне комфортно Зато уединенная такая история Мы, получается, сидим в просто первом классе Мне кажется, все-таки как-то здесь сидение поуютнее, чем в этой маленькой купешке Новой Ну, хотя попробуем как-нибудь Ребят, сейчас поезд отправляется И во время дороги я буду монтировать видео А также удалять ненужный контент с телефона Потому что у меня два телефона И все они переполнены Пока едем Максим онлайн смотрит стройку на нашей даче Представляете? Вот уже второй этаж делают Ребят, очень классная услуга у Вилли Водитель вот так вот нас забирает про с поезд и помогает с вещами Единственное, надо указывать время прибытия на минут 10 раньше Потому что они всегда опаздывают Москва? Ну что, мы уже в Москве Едем в отель Непривычно, единственное, что мы без Мирослава и Златы Но они, к сожалению, сейчас сидят не здесь А в школе за партами Но ничего, девчонки приедут уже завтра А почему мы не приехали вместе с девочками? Ну, во-первых, из-за учебы Во-вторых, из-за того, что нас пригласили на день рождения завтра И я хотела бы все-таки проснуться завтра в Москве И начать сборы в Москве Чтобы не ехать на день рождения с дороги В общем, увидите, какой у меня будет образ Там будет тематическая вечеринка Будет очень красиво Столько всего В общем, такая поездка, ребята Так что оставайтесь со мной Все, ребят, мы на месте Обожаем Просто Я уже так привыкла Мне так нравится тут Просто я, знаете Как домой вернулась В общем-то, еще не так хочется В последнее время Частенько побываем Ребят, ну что Пришло время сделать обзор номера Здесь все будут и Златы, и Мирославы Поэтому он такой достаточно большой И, конечно же, видовой Сейчас я вам все покажу Здесь очень классная Велкам-зона Ягодки Шампанское И давайте с вами перейдем Кстати, а это что у нас, как называется Это вылетело из главы? Бар Бар Ой, смотрите, шоколадки Дальше Спальня Конечно же, спиринка Ребят, я уже не буду показывать Я вам 20 раз показывала Смотрите другие мои влоги И дальше здесь туалетный столик Я уже им воспользовалась И зона гардеробной Надо, когда приезжаешь Первым делом распаковывать чемодан Все развешивать Обязательно, ребят Максим уже свой чемодан разложил А я свой нет Дальше у нас ванная комната Здесь есть как и ванная Также здесь есть и душ Ну что, красота Знаете, что я сейчас хочу, ребят? У меня есть маленькая мечта Связанная с Москвой Погулять по Патрикам Я ни разу в жизни не гуляла по Патрикам И у нас сегодня единственный Свободный вечер Правда, он самый холодный Но я все равно хочу прогуляться по Патрикам Что это такое? Что там за атмосфера такая? Я даже Максима попросила Говорю, давай не будем бронировать Никакой ресторан Мы просто пойдем на Патрике Прогуляемся Сядем где-нибудь по желанию То есть, если нам что-то понравится В общем, сейчас вам все поснимаем А, ну давай, давай, давай Модель ручная Максим придумал сейчас Говорит, я модель ручная Руками Показывать, распорить Да, да, да Ну, шампанское можно открыть Ну что, Максим, когда мы пойдем на Патрике? Я понимаю, что ты смотришь какие-то ЦУ даешь Но когда мы пойдем уже? Уже вот-вот Когда? Казалит Через год? Да ну, что, сегодня Скоро? А, да? Ну ладно Ребят, что за наваждение? Только что вам сказала Что у меня прям мечта Сходить погулять по Патрикам Присели на полчасика Я пока все сторис опубликовала Раз и потемнело Все Пойдем в какое-нибудь другое место Потому что, мне кажется В темноте я ничего не пойму Это прям реально наваждение У меня, я не понимаю У меня какая-то сложная мечта, что ли Или что? В общем, ребят Я надеюсь, это когда-нибудь получится Просто это абсурдно Я уже реально пять раз так вот собиралась И каждый раз все время не получается Я там ни разу не была Вот именно днем Чтобы посмотреть, что это такое Какая там атмосфера Выходим на ужин Я выбрала надеть вот это вот платье Риконс Обожаю асимметрию И здесь очень классно Что воротник можно по-разному делать Можно вот так вот его растянуть А можно вот так вот собрать Но так вот более откровенно А вот так вот более закрытый вариант А можно вообще одно плечко опустить Получится вот так вот В общем, интересно Когда мы голодные пришли в ресторан Мне хочется просто все И морские ежи Мне хочется И краб авокадо, щели соус И цветы цукини с креветками И зеленым крыжовником И равиоли с крабом и креветками Вообще, как остановиться, ребят? Ну вот зачем? Зачем хлебная корзина? Еще с моим любимым маслом Обожаю масло С цедрой апельсина И, конечно же, легендарный десерт в моте Из тонкого рисового теста А внутри сырый маскарпоне Ну не зря десерт питерский Это просто лучший десерт Обожаю Такие коксильные Они мягенькие Вот, смотрите Здравствуйте О, спасибо Очень мило Ребят, ну что Давайте посмотрим От кого же пришел тортик И открытка Мирослава и Злата, привет Хотел с вами увидеться на концерте в Москве Но не смогу Я не в Москве сейчас Надеюсь, скоро увидимся в Санкт-Петербурге На каникулах Это друг Мирослава и Златы Очень приятно Супер мило Ну и сразу раз тортик нам принесли Мы заказали два капучино в номер Ну что, ребят Я сейчас выезжаю в Москва-Сити Потому что там меня ждут визажисты И стилист по волосам Будут меня собирать на день рождения А сейчас Прямо в эту минуту Как я понимаю Мирослава и Злата Садятся на поезд в Москву Ждем такси На 20 минут задерживается машина Потому что изо дня города Все перепрытое Ну что, у нас работа полным ходом Полина и Лина делают мне макияж И прическу В общем, очень рада, что нашла девчонок в Москве Вот уже второй раз работаю Завтра тоже девчонки будут Мирославу готовить к выходу на сцену Ой, это все преволнительно Сейчас только об этом и говорим И сегодня к нам присоединился фотограф Поэтому все увидите В других социальных сетях фотки В Телеграм, например Господи Надеюсь, меня никто не убьет Я задерживаюсь на 45 минут на день рождения Ребят Максим уже ровно 6.00 был на месте На каком же этаже ресторан? 59-60 Может, хватит? Так Куда я попала? Ребят, смотрите, что на входе Такой выборок О, вот этот, конечно, под мое платье идеально Как вам туалет? Это круто Вам уже все это должно надоесть Вот не могу Этот человек, который меня удивляет каждый день Он меня терпит каждый день Спасибо тебе большое За твою стойкость Ты самый, самый лучший муж Я тебе хочу пожелать, чтобы Все твои проекты, которые сейчас есть в твоей жизни Они тебе приносили столько же удовольствия Поменьше проблем И я тебе желаю еще новых проектов Потому что твоя жизнь только начинается И то, что было между нами Теперь спрятано в дверь Теперь прости меня, но тишина в ответ Если можно было бы все отмотать и не болеть Так бы сам на водопоя заболеть Когда меня не станет Я буду петь голосами Моим детей И голосами и детей Нас просто меняют местами Нас просто меняют местами И голосом, 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 голосом И славы И голосом, голосом, голосом И голосом И петиции перед тобой Ты как рок-четай В эту песню я сумел Местить всех своих чувств На всю жизнь Я заучил этих Я заучил этих Ребят, ну все, мы уже в номере. Смотрите кто-то тоже спит. Ля-ля-ля, ля-ля-ля, ля-ля, ля-ля-ля. Коты наши. Ой, какой завтра будет ответственный день. Так, каждый раз пытаюсь запомнить как мне делают, чтобы повторить, но повторить так не могу, конечно. Слушайте, столько людей сегодня сделали мне комплименты по поводу прически, макияжа, платья. В общем так приятно было. Делайте комплименты друг другу. Искренне главное. Доброе утро! Привет! Я вчера пришла, вы уже спали. Надо готовиться, собираться. Столько впечатлений будет сегодня. Поваляйте пять минут. Так, все, у нас тут сборы полным ходом. Капибара, капибара. Девчонки, у меня новости. Кстати, на куз-фесте будет выступать девочка, или кто это, я не знаю, которая поет. Капибара, 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 кап... А? Да-да-да, вроде... Не знаю, в общем, Мироси, это вы знаете. Злата, ты хочешь услышать песню «Капибар в живую»? Очень? Ну, я с Миро сами поем. Сами поете, да? Будете подпевать, да? Ну что, девчонки у нас готовы выбегать, выбегать, выбегать. Мирослава, посмотрите, обратите внимание, как обувь идеально подходит. Вот новенькие сейчас. Идеально подходят куртки, очень круто. Какие куртки тоже? Да, очень красиво. Все, выбегай тоже. Тонь, привет! Только видео не дает. Ха-ха-ха. Я та самая девчонка, что читает книжки о любви. Я та самая девчонка, что читает книжки о любви. И не знает, не гуляет, все мальчишки. Да, не все зависит вообще. Где? Здравствуйте. 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 Да. Привет. Очень классно выступалось. Привыкай. Ты же артист. Смотри. Ха-ха-ха. Я из-за Fal scout, что всё пропустила Жизнь. Деньюдах та самая девчонка, что читает книжки о любви, не знает, не гуляет, 이제 мальчишки за моей девчонка, и не искもし. Вамо обещано, что я уже не люблюсь. Frogetta студcussion? Я хотела сходить в Триджаковку, в эту поездку. Не понимаю, как успеть. И вот пришлите знак. Девушка, моя зрительница в Триджаковке работает. И все, мы сходим. И банкейки, салат. А можно, пожалуйста, заказать завтрак? Скрамбл с лососем и авокадо. Панкейки. Одну порцию с нутеллой. Вторую порцию с джемом малиновым или с вареньем. Бенедикт тоже с лососем и авокадо. Потом у нас три картошки фри. Потом семь капучино. И сырники со сгущёнкой. Пожалуйста, фреш еще апельсиновый. Ну что, Егор заказал? Все съешь? Один справишься? Да, я думаю, да. Всем кофе в тебя влезет? Надень, хватит? Это было восьмой, надо сейчас перезвонить. Боже, графический вау в уголок. Ну, открывай глазки. Как тебе это? Вау! Мне очень нравится. Это кто? Это Златы Сиона Туська маленький. Очень красиво. Ну, очень красиво. Мне очень нравится. Да. Я так идиот вообще такая. Бутылка глаз. Мне нравится, что такие еще реснички мне заакцентные. Угу. Желаю тебе удачи. Всего самого хорошего. И вы с тобой очень хорошо. Я прям... На самом деле мне понравилось то, что мы встретили блогера. Стешу. Мне очень понравилось выступление Мирослава. Мироса так классно пела. Я увидела этот танец еще раз. Мне вот прям так вдохновило. Я теперь тоже еще танцевать хочу этот же танец. Мне нравится, что на улице, а не в помещении. Потому что в помещении звук очень громкий. А на улице он рассеивается по всему. И многие могут слушать нас, например, когда в машине едут с открытыми окнами. Это круто. Я не очень сильно волнуюсь, потому что я уже два раза выступала. И уже привыкла. Так, встаем рядышком. Открываем глаза. Раз, два, три. Я ничего не вижу. Я только лампу. Как тебе, Мирослава? Какие у меня ресницы огромные. Злата, у тебя очень красивый макияж. Мне нравится. Я в шоке от ресниц. А вот так вот. Можно взлететь на таких ресницах. Ой, как классно. Очень классно. Слов нет. Ребят, ровный час до выхода Мирославы на сцену. Слежим. Длинные косички. Нет, мокрые реснички. А у нее конкретно длинные. Сейчас у Мирославы длинные реснички. Они мокрые. Они мокрые, да. Светлые косички, длинные реснички. Слезы разрывают. Все, мы меняем. Теперь ногу вынесли. Ой, как красиво. Девчонки, смотрите, какая Москва красивая. Вау. Здесь тренировки, посвященные звездным воинам. Да, на мячах, на этих лазерных как будто. Да, да, да. Сколько всего интересного в этом мире. А еще фоби-корсеров тут нет, случайно? Ну, видимо, нет. Может быть, очередь следующая. 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 Будут сказать. О, Мирославу узнали. Мирославу как-то узнали. Мирославу как-то звезда, оказывается, тренингез. Мы шучи. Мирославу реально знают абсолютно все школьники, все студенты, все подростки. Мы реально как-бы сидим онлайн. В Питере мы не осознаем вот эту популярность. Понимаете? Что вообще происходит? А, вот так. О, здравствуйте. 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 Можно с вами сидеть? Здравствуйте. Да. Можно мы вас с ним тропином? Да. Там сзади охрана. Посмотрите, как круто. Господи, это так мило. Ребята, в шоке, господи. Я же не знала, что мне Ростин настолько все знают, настолько все любят. Я это самая девчонка, что они знают. Вы готовы? Да! Не Ладона, не Ладона, не Риана. И все вместе. Я Милана. Я Милана. Не Ладона, не Риана. Я Милана. Я Милана. Я Милана. Девочка Уэндсдэй. В последней парте напишу тебе песню. Но не для топчарта. Девочка Уэндсдэй. Грустный эмоджит. Ты мне нравишься тем, что ни на кого не похоже. Девочка Уэндсдэй. Я Милана. Милана, что посоветуешь Мирославе? Потому что ты супер опытный артист. На сцене была уже, наверное, сто раз. Ты считала вообще? Ты считаешь? Не, не считаю. В этом году у меня планируется 60 только сольных концертов. Да ты что? Это мотивация для всех. Мирослава, представляешь, 60 сольных концертов. Да. Ну, скажи, какие для тебя самые главные плюсы? Ну, главное, кайфовать. Да. Получать от этого удовольствие. Волнение должно быть, надо понесельное. Вот я до сих пор волнуюсь. Хотя бы с вами это будет достаточно часто. Вот главное, если тебе нравится, то тогда еще все супер. Спасибо большое за совет, Милана. Все. Давай, мы будем смотреть. Не уедем, будем смотреть вообще. Да. Ой, спасибо большое. Все. Отлично. Отлично. Ну что? Все готовы? Группа поддержки, наша самая главная. Ох, девчонки, давай всем удачи. Отлично. Давайте. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И не летелись, а не обещала, что я больше не верю Ты видишь все нафиг, что ты понимаешь, что ты понимаешь Ты все понимаешь, что ты понимаешь Каждый славная девчонка, что читает книжки А не ты не знаешь, не гулять, не мочишь Ты самая девчонка, и не смеешься, маме обещала, что я больше не влюблюсь А теперь все вместе! Моя девчонка, что читает книжки А не ты не знаешь, не гулять, не мочишь Ты самая девчонка, и не смеешься, маме обещала, что я больше не влюблюсь Ярослава, ты лучше распространяйся Большая молодая, ты стояла, и не влюблюсь Ярослава сюда пришла, только ради нее, она самая крутая Рекорний! 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 Слушай, я тоже из Питера. Я из команды Короблида, из Болоса. Давай с тобой сниму, как я из Болосей. Давай. У них собственный язык. Встала, я не могу. Все. Все отлично. Ты вообще красотка. Спасибо. Помогала, что Алисе попивали и тебе помогали Петь. Спасибо. Спасибо тебе. Спасибо. До встречи. Я в микрофон скажу, у нас Мирослава немножечко поймала вот эту волну стресса от того, что очень много народу. Я все-таки боюсь. Страшновато. Ну, причем страх этот пришел после выступления. Как такое может быть? Я не знаю. Вот резко на несколько секунд стало страшно. Ну, раз перед такой толпой. Это даже намного больше, чем на концерте, где с Ариной в Блонсе. У тебя здесь группа потанцовки была. Хорошо, что я ребят взяла с собой. Согласна? Да, то бы я вообще... Согласна, твоя атмосфера, да? Друга Элфэн. Красава, присоединяйся к нам. Давай, пока, идем. Все, молодец, так считай. Давай, давай, пока. Все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок. Дима Торзок. Повторя from трансмиссии. Спасибо за субтитры. Спасибо за субтитры DimaTorzok. Спасибо за субтитры DimaTorzok. Я вышла на сцену, первые три секунды у меня просто зубы тряслись, а потом уже все. Я смотрю на народ, их очень много, но я почему-то кайфую. Это круто выступать. Мне здесь очень нравится, тут очень много популярных блогеров, мне очень понравилось. Ребят, все, мы закончили. Сейчас нас забирают электрокар в машине и мы едем в отель. Ой, это зрители. Можно, пожалуйста, одну фотку? Да, давай. Пока-пока! Я шоу-кейт. Виктория портфоли, какое у вас впечатление? Мне кажется, Виктория портфоли несколько более популярная, чем она вообще подразумевала. Я, кстати, сижу там в комнате темной, монтируя, вышла, а тут такое. Ой, девочки! Стой, стой! Стой! Нет, девочка! Стой! Это же... Стоять! Нет! 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 Довский коробок. Лина, Лилиза, Лиза, Лиза! Изброшайся! Я! Вау! Брянь! Миля! Здравствуйте! Девчонки, девочки завтра рано утром уезжают. А сейчас за город едут. Мы приедем скоро снова, потому что мы с мамой приедем. Егор, ты молодой. Я думаю, что нам запутать. Наш человек. Боже, это была супремилая встреча. Такое ощущение, что мы берем всех, знаете, напрыгивают. В зомби-апокалипсисах, зомби напрыгивают. Прям подвезли идеально. Наташа, большое тебе привет. Спасибо за просмотр. Мама, смотри, что девочки нам подарили. О, да ладно, это очень красиво. Смотри, еще бомбочку. Браслетик с радугами. Вот такая вот бабочка из малы. Стиражка в виде кита и рыбки. Ого, смотри, это что? Это мыло. Шампунь. Смотрите, что нам еще подарили. Смотрите, это вот пена, чтобы лицо мыть, а это средство для снятия макияжа. А это шампунь то ли, не пойми что, но... Но он блестящий. Да, тут два кролика розовые и голубенькие. Тебе розовенькие, а мне голубенькие, наверное. Шоколадка Милка, которую подарю Злате, потому что шоколад я мало ем. Мирославец. Ого, смотрите, тут какой-то большой текст написан. Ого, какой почерк красивый. Я позже прочитаю, обязательно. Я люблю красивую почерк, у меня он самый красивый. Вот такой вот букетик красивый с бабочками, который светится у тебя. Ребят, неожиданное включение во время влога, когда я смотрела черновик этого видео, я поняла, что мне хочется вас отблагодарить. И я кое-что купила. И буду рада от своего лица, от лица Мирослава и Златы вручить одному из вас вот такой вот подарок. Это просто невероятно. Чтобы заполучить этот подарок, просто напишите абсолютно любой комментарий. Посмотрите, какая шикарная помада Tom Ford. Я купила вам то, что хотела бы себе. В общем, она, видите, такая стильная, прозрачная, с золотыми вкраплениями. Но на самом деле, когда вы ее наносите, она имеет легкий розоватый оттенок. Так что просто напишите любой комментарий. Ну и лайк поставьте, будьте подписаны, конечно же. И где вы можете узнать, кого я выбрала. Просто сегодня вечером загляните ко мне в сторис, и вы увидите имя победителя. Я опубликую в сторис. Смотрите, какая красота. Это бальзам от Dolce & Gabbana, тоже с легким розоватым оттенком. В общем, два таких шикарных средства будут отправлены кому-то из вас. А мы продолжаем смотреть блог дальше. Мне очень понравилось то, что я встретилась с блогерами, которые я никогда не видела. Я мечтала с ними встретиться. Я так классно провела с некоторыми блогерами время. Я очень рада то, что моей сестре понравилось выступление. Я видела ее искренность, она показывала, какая она по реальности. И она была самая милая, для меня самая милая девочка, которая выступала. Я за нее чуть-чуть переживала, потому что я думала, вдруг поскользнется на высокой подошве, вдруг ногу подвернет. Потому что это реально так возможно, я себе один раз чуть-чуть подвернула, не прям сильно подвернула, но упала. Ну, честно говоря, у меня нет таланта пения, но я бы хотела чуть-чуть попить с Мирославой. Ну, у меня вообще нету таланта пения, у меня только танцы, честно говоря. Да, Маша ты, Злата! А, как вы думаете? Человеку, у которого нет ни пения, ни танцев. Но есть трудолюбие. Трудолюбие, трындец просто. В общем, ребят, ситуация такова, что я в последнее время очень много занимаюсь монтажом. То есть, нахожусь просто в комнате, где собираю видео, озвучиваю их, выпускаю и собираю там миллионы просмотры. И, ну, как бы ты вот так вот делаешь, и ты даже не понимаешь, что на другом конце есть зритель, проявляющий к тебе эмоции. И сегодня как раз мы с девчонками приехали, и мы поняли, а вот оно что, оказывается, у нас вот такой зритель, оказывается, нас так любят, оказывается, у нас так много зрителей. Да, я вижу там 2 миллиона просмотров, ну да, 3 миллиона просмотров, ну да, даже 20 миллионов просмотров на многие шоции. Но ты не понимаешь, ты просто видишь цифру, и тут ты видишь живу всех этих людей. И был момент, который очень сильно меня расстроил. Мы, когда уже уходили, мы подошли вот к ограждению. Я прям брала телефон у некоторых зрителей, фоткала себя и себя с ними. Многие прям просили, просили, там, меня, Виктория, пожалуйста, можно меня, можно меня, можно меня. И просто подошел охранник и сказал, что нужно отойти, потому что начинается давка. То, что люди все начинают просить, чтобы с ними сфоткались, и начинают давить на эту решетку, и получается, что это опасно. И я помню, когда он сказал, все, надо уходить, потому что начинается давка, и при этом я видела, как многие девочки говорили, Виктория, со мной вы так и не сфоткались. И я вот видела эти глаза, прям грустные, что они так хотели, я так с ними не сфоткалась, хотя я хотела, но это просто опасную ситуацию, получается, мы создавали таким образом. Вот, это был такой не очень приятный момент, поэтому, ну, как бы, что поделать, что поделать. По поводу выступления Мирослава. В общем, ребят, я не знаю, как это получилось, но песня настолько развирусилась, ее знают абсолютно просто все. Все просто блогеры, с которыми Мирослава и Золота знакомились, они знают не только эту песню, они знают тренд, то есть танец под эту песню. И я, ну, я сама начинаю танцевать, я просто была в шоке, что, в общем, бывает такое, что вот так вот песня залетела. Это удивительно. В общем, дальше больше. Все прошло хорошо, но через минут 15 после выступления у Мирослава все-таки случился такой вот небольшой эмоциональный срыв на несколько минут, когда она сказала, что она очень устала, что очень много внимания, что очень было, как бы, тяжело, да, собраться, выйти на сцену, что она первые несколько секунд на сцену выходила с чувством все равно испуга и страха, который моментально потом развеялся. И вот, знаете, интересный момент, когда ты выходишь на сцену, тебе страшно, ты боишься, и потом моментально эта эмоция резко меняется на наслаждение. Это вот я вообще в шоке от вот эмоций, которые испытывают артисты. Причем это вот Мирослава нам транслирует, и мы это теперь понимаем, потому что я до этого не знала, какие эмоции испытывает артист, когда выходит на сцену Вау, ребят, все, наш день закончился Мирослава и Злата сейчас едут на ночевку к своему другу Лео В таком виде, между прочим, в таком виде Смой макияж и расплетем прически, чтобы Лео офигела Так, внимание, что здесь происходит Это кто приехал к нам? Красивые все, на макияже, модные, стильные Боже мой, а кто будет убираться? Ой, Дарья умывает девчонок, а где Злата? Злата смелла там Туся Ничего себе, вы тебя накрутили-то Смотри, Адашка оставила косички Я это, кашу под молодежь Боже, ну какие у нас ресницы-то Ты знаешь, что у тебя ресницы теперь длиннее, чем у меня Потому что они наклеены Ну да Мама, мы в игрой играем Нет, нет, нет Ох вы вообще Мы хорошо слушаться будем Точно? Да Ну ладно Так, пять минут вам даю и все А почему? Ну потому что какая игра? Ну потом гулять пойдем, конечно На ночь глядя, пойдем еще гулять Тут, видимо, процесс не скоро закончится Совсем не знаю Мирость, ты такой девчонок Барашек просто Я барашек Вот мамка нам подкинула, да, на ночь работки Мирость говорит, это самая сложная прическа, которая у меня была Я говорю, отличная Она досталась у меня Это просто прямые волосы Не говори-ка Это такой квест от Виктории портфолиона А что будет со мной? Мирость, а мне, кстати, подарили вот эту шапочку Что делаю? Идем на завтрак Мой организм дал сбой после таких пасочных дней У меня зуб сейчас на лечении Ульпита зуба И он разболелся Это жесть Ребят, мы пришли на завтрак Сейчас покажу, с каким видом у нас столик Ну все, после завтрака встречаем девчонок с ночевки И кто тут приезжает? Звезды наши Малышня наша приезжает Так Ну привет Ну привет С ночевки приехали тут Красотки две ваши Здравствуйте Ну что Как вас умыли После вчерашних макияжей Все, до свидания Мама, я сегодня еще была без резинки У меня еще нет А, резинки для волос нет? А, с распущенными ходила и спала А что ж ты не взяла у Миланы или у Даши? У них же есть резинки Да, забыла Забыла? Ну ладно Здравствуйте Мама Да А мне голову мыли Да, да Да, мне Милана присылала видео Как тебе голову мыли Расплили, шампунем помыли Да вы тебе помогли смыть Вообще Все сделали, да? Да Ну вот, как повезло тебе и мне Что мне не пришлось распускать эту прическу сложнейшую Спасибо еще раз Милане за то, что девчонок умыли И распустили эти сложнейшие прически Сложнейшие, как оказалось Да, самая сложная прическа в жизни Да Здравствуйте Можно, пожалуйста, у вас заказать из ресторана Картошку фри, пожалуйста И пасту с сыром без кетчупа, без сивом Можешь, пожалуйста, попросить и попить картошку? Нет Лучше икру А, нет, нет, нет Извините, пожалуйста Две пасты Две классические пасты Картошку фри не надо Два яблочных сока Один свежевыжатый, один классический Да Пимпочка Да, хорошо, спасибо большое Спасибо И вам тоже Приятного аппетита, девочки У девочек поезд через час двадцать А ты остаешься здесь? Да Я остаешься здесь Я тоже приглашу к нам Да, а Злата планирует к нам домой пригласить подружек своих Злата вообще любит тусовки, любит друзей собирать Всегда организовывает такие вот встречи Сама всех собирает А потом врачи такие, а как она здесь оказалась? Да, да Самое интересное, что Злата не ждет, что кто-то за нее это сделает Она берет, реально придумывает, что-нибудь организовывает Прям обзванивает всех, время назначает Жалко, что у Лео сегодня школа и мы не смогли, если мы еще будем А ничего, что у вас тоже сегодня школа? Ничего, ничего, ничего Ничего? Забываем, забываем Школы не было Злата, как всегда Я прощаюсь с котопесиком, покажитесь Ручка аж расстроилась Вы же заплекались Я одни с мамой, с папой не увидите Все, не отпускай котиков, не отпускай Сиди, молись Беги Беги Ребят, честно хочу, чтобы вы не думали, что все так просто, лучезарно и легко Вот я проводила девочки и уже больше 7 часов я сижу и разбираю материалы с концерта Мирослава вчерашнего Хотя сегодня был такой прекрасный солнечный день в Москве, но я провела его в номере Но я еще сделала далеко не все, то есть еще ближайшие несколько часов я буду продолжать этим заниматься Потому что мне нужно было собрать материал для шотс, несколько штук с озвучкой Дальше собрать материал для лайков Отдельно девочкам Собрать материал, который мне нужно было перекинуть Также собрать материал для влога Все это структурировать И надо еще бы рилсы делать Блин, зря я это сейчас все озвучила Надо еще пару рилсов сделать В общем, снимали, получается, с трех камер Там материалы на часов 6 Я вот все эти 6 часов просмотрела Все порезала, покидала по разным папкам Где для шотс, где для рилс, где для лайков Ну, многое дублируется В общем, самое классное нашла моменты Я реально была уверена, что я до 6 часов успею, чтобы хотя бы пройтись по Патрикам в солнечный день Но нет, снова, понимаете, Патрике Вот просто не судьба мне на эти Патрики попасть Ребят, просто наваждение какое-то В общем, пошла Даша монтировать Я уже не планировала никуда сегодня выходить Мне надо еще чуть-чуть домонтировать Но Максим меня вытащил в ресторан на ужин Так что сходим в новый ресторан в Москве Ну, не новый, в смысле, для нас новый Вечерняя Москва, такая красивая Я обычно в телефоне сижу, когда еду Но тут я любуюсь, не могу оторваться В общем, меню очень много грибов Потому что ресторан называется Mushrooms И, соответственно, здесь и сыр, и грибы на брускете, и лук Доброе утро! Сегодня очень яркий день Потому что я иду на день рождения к своей подруге Мелане Но произошла неприятная ситуация Я не спала всю ночь, потому что у меня разболелся мой пульпит В Питере мне за несколько дней до выезда Заложили лекарство, которое должно было убивать нервы И закрыли И ничего не должно было болеть, но заболела Я экстренно записалась в зубном Здесь, в Москве, завтра А сегодня на таблетках Представляете? Вот такой завтрак у нас Еще Максим заказал такой салат Ох, ребятушки, ну все Позавтракала и, конечно же, помонтировала Сейчас еще в машине буду параллельно тоже монтировать В общем, к чему я говорю это все К тому, что сейчас нужно выходить Потому что вечером я иду на день рождения к Мелане Нужно подготовить образ Сегодня я иду не к своим уже полюбившимся визажисту и стилисту по волосам А я сегодня буду собираться в салоне красоты Так что посмотрим на один из таких топовых московских салон красоты Оценим, да Классная, классная погода Машина отъезжает Потому что мне было не зайти из-за этого Как он называется? Пряника Вон я Я уже в Голден Манхэттен Сделали мне маникюр ровно за час Это просто суперскорость Я просто в восторге И сейчас будем делать макияж и укладку Итак, выбрали, какой же цвет будет сиять на моих веках Вот этот вот, да? Да Вот этот мы выбрали, давайте посмотрим О, ребят, посмотрите Чуть не забыла вам палетку показать Вот Такая прическа в стиле Old Manny Легкие-легкие локоны И незаметный начес Как будто вот у меня самые объемные волосы в себе такие Все, ребята Я еду в отель, чтобы переодеться И пойти на день рождения к Милане Единственный момент Я не знаю, что мне надеть У меня два варианта Либо джинсы и то Либо платье Я два примерю и покажу вам И расскажу, какой в итоге выбрала Ну что, я в номере Сейчас вам покажу два варианта И будем выбирать, что я надела на день рождения Смотрим Это первый вариант В общем, ребят, будет много танцев Я поняла, что все-таки хочу надеть эти джинсы Атька И топ с перьями Вау Очень красиво У меня такая еще немножечко загореленькая полоска живота Вот и я И Максим с подарком Спасибо Спасибо Кто-то сегодня будет танцевать Мозоли терки Да, мозоли терки, кстати Видите, как мне Максим подсказывает, что сказать? Мозоли терки У меня еще мозоли с Мишного дня рождения не прошли А уже дня рождения Милана Так, и куда мы идем? И куда мы идем? Здравствуйте Доброго вечера Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Итак, мы с Максимом ждем машину, чтобы поехать на Патрике, а девочки тем временем в Питере примеряют пышное платье, потому что когда мы приедем с поезда, мы поедем сразу на день рождения. Не нужно так, чтобы девочки были уже готовы, чтобы платья были купленные. Мы на месте, ну что, ничего не понимаю пока. Так, вы посмотрите, что у Максима. В итоге, ребят, мы пешком дошли до отеля. Как мне нравятся вот эти вот зеленые островки. Видно, что это временная конструкция. Здесь все в таких горшочках. И я думаю, что скоро будут убирать. Конечно, зимой тут будет карусель. Традиционно. Вот Four Seasons. Где наши окна? Наши окна вот здесь. Мы с Максимом спустились из номера попить чаек. Посмотрите. Пастила. И маленький медвечок. Вот такой маленький. Ну, не такой уж и маленький все-таки. Я думала, он как конфетка будет, а он такой все-таки. Побольше. Ну что, следующий день. А, наконец-то я нашла время на бассейн. Сейчас сходим в бассейн, поплаваем. Туда закажу сразу чашечку кофе. Это будет мой завтрак. Кстати, я, мне кажется, по ощущениям, я немножко поправилась. Мне тяжело кольца снимать. Я понимаю, что я чуть поправилась, потому что нет спорта. Потому что я же в Питере хожу через день на спорт. Ну, иногда даже и подряд бывают несколько дней хожу. И тут, конечно, без спорта, видите, организм сразу такой. Так, а куда лишнюю жидкость забывать? Не, ну, конечно, в отеле есть спортзал, но форму я не взяла. И я привыкла заниматься только со своим тренером. Сама себя составлять такие сложные упражнения делать не могу. В общем, ребят, только девочки меня поймут, как же это удобно вот так вот перекладывать вещи из одной сумки в другую, когда они в такой все косметичке. Жена этих мне подарила, каждый раз я ее вспоминаю. В общем, у меня тут таблетки от зубной боли, кстати. Перестал зуб болеть, все отменила я зубного. Матирующие салфетки, зеркальце новая жена тоже подарила. Еще матирующие салфетки, я фанат матирующих салфеток. Помады и расчески. Вот так вот одним движением раз, и в эту сумку перемещается. И здесь документы, все, понимаете? Два движения, и все переложила. А мы решили пойти, ну, я не скажу даже пообедать, слегка перекусить. Сходить, например, в ресторан Шип. Ну все, мы в номере. Сейчас я буду сама делать себе укладку, сама делать макияж. Выберу красивое платье. Сегодня встречаемся с друзьями, и я вам буду показывать процесс сборов. Надеюсь, это интересно. Я помыла волосы, и сейчас их сушу. Сушу я Дайсоном. Включать не буду, будет шумно. Видите, сейчас они находятся в процессе сушки. Чуть-чуть-чуть подсохли. Дальше на корни я нанесу вот этого средства. Оно помогает волосам чуть меньше жирниться. У меня волосы такие, что через несколько часов уже просто челка начинает, как сосульки висеть. Я мою голову каждый день. Вот, и хотя бы это средство помогает немножечко, ну как будто оно немножко подсушивает корни, так скажем. Разделяем по проборам и наносим. Дальше я использую пенку, потому что мы с вами очень будем легкую, очень деликатную волну делать. Постоянно меня спрашиваете, как я делаю эту волну. Вот я вам и расскажу. Я-то самая девчонка. Все, все высушила. И прежде чем мы приступим к созданию легкой волны, нам нужно добиться зеркального блеска вот в этой части. Я не знаю, мне кажется, этот способ я изобрела, нигде не видела. Выделяем с одной стороны прядь, справа, слева и сзади. Вот, то есть три такие пряди. И берем обязательно вот такую насадку. Не знаю, видно вам? Посмотрите, что становится. А потом мне все пишут, Вика, чем ты пользуешься? Каким средством? На самом деле маски тоже хороши, но без масок вот такого эффекта не добиться. Видите, сразу как зеркалит начинает? Только буквально с этой стороны, с этой и сзади. И потом уже накручиваем с вами. И тогда волосы настолько ухоженными выглядят, шикарными. Я читаю ваши комментарии, чтобы я раскрыла секретик. Приступаем к накручиванию. Здесь важен самый главный момент. Не делим волосы вот так вот, знаете, как вот сюда вот наверх, да, вот тут вот закручиваем. И подкручиваем нижнюю часть, потом верхнюю. Ни в коем случае этого не делаем, чтобы достичь вот этого эффекта, который вам нравится у меня. Просто делим волосы на две части вот так вот. И с одной стороны на четыре части, и с другой стороны на четыре части. У меня просто густые волосы, у кого они такие густые, то можно на три части разделить. Вот так вот делим прям. Одна часть. Следующая. Вторая. Третья. И четвертая. И каждую подкручиваем. Все. Каждую прядь по где-то 15 секунд. Вот. Я отсчитываю 15 секунд. Вот так вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, десять. Ну, понимаете, да? Сколько у нас? Четыре пряди по 15 секунд. И между ними там по пять секундочек на то, чтобы прядь вот так вот остыла немножечко в руке хотя бы чуть-чуть. И потом мне пишут все, Вика, что ты сделала? Как ты так красиво их закручиваешь? Почему выглядит так естественно? То есть, знаете, у меня такой эффект. Я вот люблю небрежность в образе, чтобы было ощущение, что ты не запаривался. Вот это, знаете, как я на Дерождение Камилане выбрала в итоге джинсы. Чтобы был вот этот вот эффект, что я не запаривалась, что для меня важно настроение, для меня важны эмоции, а не вот это вот, знаете, быть отштукатуренной. Здесь тот же эффект в волосах, как будто вы просто сняли резинку, и у вас они идеально легли после резинки. Вот такой эффект. Уже половину одной стороны сделали. Вот. И все, видите? Такие крупные пряди, прям накручиваю. Ощущение, что они даже полностью не накручиваются. Как-то немножко, как будто с пропусками такими. Кажется, что я долго делаю эту кладку, на самом деле. Если бы без объяснений и так далее, я бы сделала ее за 5 минут. Вверху-то сгладки, получается, они слегка подкручены. Слегка. Наносим BB-крем кисточкой. Обязательно. Шик фаундейшн. И на этом я про макияж свою историю заканчиваю. Потому что ехать я думала, что 15 минут. А ехать нам 30 минут. Щечечки. Румяшки. И носик вот так вот. Верх. В верхнюю часть. Вот такой вот приятный макияж у меня получился. Сейчас покажу, как волосы смотрятся. Со всех сторон. Сейчас хоть на видео сама посмотрю. Очень естественно. Какая красота. Мне вообще нравятся все образы в этой поездке. Как вам, ребята? Кстати, декольте здесь, которому можно доверять. Я прям чувствую, что очень все плотно. Вообще ничего не сместится. Очень красиво. Пишите, как вам. Приехали. Одни гелики стоят. Вот такой вот у нас ужин. Ирина. Посмотрите, какая тут яркая девушка. Что, Ирина, у нас не может что-то? Едет в итальянский ресторан? В общем, едем из ресторана. В принципе, советую. Дуэ фор ми. Как-то так называется. С первого раза я не запомнила. В общем, все. Едем в отель. Уже, можно сказать, домой. Уже больше недели. Ровно минуты до 23-х успеем ли мы заказать чай, чтобы подбить вечерний чай с Максимом. Мы тут в отеле каждый день вечером пьем чаек. Такой у нас вечерний чай в отеле. У нас тут, ребята, вечерний чай. И посмотрите, что оказалось на столе само. Понимаете? Максим, как это оказалось на столе? Расскажи, пожалуйста. У нас тут, наверное, сотрудники... Решили порадовать, да? Порадовать. Конечно. Удивительный. Доброе утро. Взяла фруктики. И сейчас возьму еще ягодки. Так, ребята, сейчас я еду в клинику «Красивые люди». Это моя любимая клиника в Питере, вы знаете. И вот я решила заглянуть к ребятам в Москву, потому что они открылись в Москве. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Красота, красота. Вот мне делают кофе. Все, жду. Ну все, ребята, я в кабинете Сейчас будем делать Hydro Facial Это можно сказать, если простым языком Такой вид чистки лица То есть сначала разрыхляем кожу Потом наполняем даже Какими-то полезными элементами Помимо чистки, да А вот и Сопрано Титаниум Будем делать лазерную эпиляцию Смотрите, я после чистки лица такой малыш Всем привет, я Виктория Подполя И мне 16 лет Ну правда, еще плюс 20 от 16 Реально 20 лет от 16 Что-то вообще, я в шок сейчас Ну все, ребята, бегом в отель Там меня ждут стилист, полоса Мой любимый Полина И визажист, моя любимая Элина И сегодня вечером Мы идем на ВК-квартирник Я очень много слышала об этом мероприятии Какое оно классное, закрытое, секретное Вот, ну вас я с собой возьму Посмотрим, что там Интересно же вообще Ну все, вот и Полина и Элина уже здесь А также здесь Максим пришел тоже Сегодня мало народу прям как-то Да, да, сегодня спокойно По-семейному И что за пирог такой нам положили тут, Максим? Ну давай, ну давай, раз уж положили Снова мы сами ничего не заказывали И в этот момент отваливается прядь Ну что, макияж у нас от Элины Как всегда в Москве И прическа, как всегда от Полины Это просто невероятно, ребят А, как красиво! Я уже видела сейчас через камеру Так, ребят, у меня образ смарт-казал Соответственно, я просто надеваю этот топ Ну, без разницы, какой бы, что он внизу будет Это я на случай, если я руки высоко подниму А рубашка короткая, чтобы топ был И самое главное, это юбка моя новая Самое крутое в этой юбке То, что там вшиты велосипедки И поэтому она не будет крутиться, подниматься, опускаться Будет зафиксирована сидеть И можно будет классно танцевать и так далее Очень, очень красиво сочетается цвета, кстати Ну, что, вот такой вот смарт-казал образ получился Все, выбегаем Кто же это может быть? Кто же это может быть? Ой, здравствуйте Здравствуйте Меня зовут Замуржняк Вы сегодня 20 секунд? 20 секунд? Да, когда будет готов, вы будете все Все? Готов? Да А сейчас покажите всем свой рисунок Так Мне прекрасные зрители, посмотрите, какая получилась Прекрасная рыбка Вау А вы здесь мертвые Да Так И Сейчас Я возьму reflected рисунок И И смотрите И делаю изменение Вотいうこと есть Так А вы как настоящая волшебница Говорить, а волшебные слова Это тряпкие своим волшебным пальчикам Абра-кадабра-бум. Только не говорите, что она живет там или что-то такое. Боже, что это такое? Рыбка настоящая. А в честь чего эта рыбка? В честь того, что мне нужно кое-что вам вручить от одной подружки. А что? Сейчас узнаете. Но сначала, когда я только зашел, знаете, какая замечательная дверь. Я кое-что заметила, у нас за ушко вот здесь. Здесь? Ну, это база, это база. Самый любимый. Смотрите, если ее взять так, подуйте. Сделаем вот так. Потяните ее с двух сторон. Один превратится на два. Но самое главное, знаете что? Это спонж для лица. Да, это не темлайн для лица. Спонж. Смотрите, этот шар. Я положу себе ладошку в этот второй. Очень крепко держите меня, отпускайте. Подуйте мою ладошку. Подуйте свою. У меня исчез. У меня исчез. Нет, у меня исчезает, смотрите. У меня исчезает, я почувствовала. Нет. Мой переместился к ван. Ааа, я чувствую там двигаться. Открывайте. Ааа, реально. Прекрасно. Ну что ж, пришла пора. Да. Прошли к нам в дом. Ради чего? Сегодня сюда пришел. Пожалуйста, изучите эту тарелочку. Все. Посмотрите, что-нибудь там. Да, нет. Обычная тарелка. Обычная тарелочка. Покажите зарядки. Нет, ничего нет. Посмотрите. Все спокойно. Получилось прекрасно. Что-то у нас все получилось. Мы добавим сюда немножко волшебного зелья. Так. И трогайтесь пальчиками. Там сейчас огонь будет? Господи. А можно поближе? Вот так. Раз. Раз. Что происходит? И... А что? Абракадабра, да. Подавите. Боже мой, это же пригласите нам на концерт Миланы Филимоновой. Мироська и Злата будут в шоке, ребят. Сколько штук тут. Ааа, 15 октября. Да. Я приеду сейчас с девчонок Абрадо. Круто. Только им не говорите. Ладно. Не говорите мне Роскид Батя. Не пишите в комментариях. Это секрет наш. Я вообще не успею. Что творите? Ребята, это Москва как бы. Вот тут на концерты как приглашать. Понимаете? Так что где-то 12 октября ждем. Спасибо. Спасибо. Спасибо огромное. Вот так, девчонки, понимаете? Вот это вам как бы да. Пока ждем такси. Не упускаем каждую минуту. Мы подъезжаем к ВК-квартирнику, ребят. Что там будет? Там будет классная такая уютная атмосфера. Там будет петь Макан. Вы знаете эту песню, что там М8, что-то Биркин, «Цвета осень». Будет много единых людей, звезд. Я никого вживую не знаю. Но в принципе, так скажем, онлайн я многие знаю. Мы все общаемся. Но вживую я практически никого не видела. Потому что, как вы знаете, я из Питера. А в Питере нет никого в медийной сфере, там, в блогерской популярной. Кроме парочек человек. Ого, куда мы едем? Друзья, в общем, это ВК-квартирник. Давайте подтягивайтесь. Друзья, сейчас будет колбольская пожарка. Даже если ночью буду спать, я в той спорте. У меня садись, как драма. Здоровье вышло из дома. Она моя жизнь. Но от меня бежит, когда я в трясе тону. Все скиллы утону. Говорит, вей, я втону. И все снигерс помог. Наче закона. Наче вон. Но вон я не пью. Мне звонит. У нас звонила. Я вновь. Я вновь. Я вновь. Замечаем в пятницу. Надо поменьше. Я вновь. 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 Ну что, ребят. Утром возвращаемся в Питер. И не просто. А забираем сразу из дома Мирослава и Злат. Едем на день рождения. Что за жизнь такая быстрая, яркая. Обожаю. Ну все, ребят. Едем в Питер. Можно сказать, отдыхать после насыщенных московских дней. По-другому не скажешь. Кто бы 타нулся, так точно давайте родится одно. Я вновь. По-другому не скажешь. Я вновь. Ты продолжим.